Это радует, он даже детям нравится. Диляра Мухамедзянова даже не считает, сколько раз за день она проходит мимо муралов на торцах своего 23-го дома на улице Галеева. Искусство как часть городской среды. Одна из идей проекта «Сказки о золотых яблоках». Олам, нравится тебе картина? Интересная картина, да, дядя нарисовал? Да. Очень даже красиво, интересно, дети играют, даже хочется тоже так поиграть. Даже зимой будет казаться, что лето на дворе. Одними из последних за экватор нового сезона переступили арт-объекты в микрорайоне Алсун. Темой заключительного пятого года проекта стала забота. Забота о себе, забота о ближнем, забота о доме, дворе, городе, стране, мире. Многогранную тему было где и на чем раскрывать. В общей сложности в Альметьевске должно появиться 15 новых произведений. И как минимум до апреля 2023 года еще 9 творцов расшифруют для горожан, что такое забота в их понимании. Одним из первых в этом сезоне арт-объектами обзавелся микрорайон Ешлег. Ему тоже досталось два произведения. Каждый раз прохожу мимо, получаю такое эстетическое удовольствие. Роман Пранько не местный житель, но по дороге мимо 39-го дома на улице Зарипова ходит чуть ли не каждый день. Считает, что стрит-арт лучшее украшение типовой застройки. Оно дает разнообразие в нашу повседневную жизнь. И ты, смотря на это искусство, переключаешься от бытовых каких-то проблем, возможно, ну, либо просто бытовой жизни. И вот на секундочку попадаешь в какой-то другой мир. Роман – артист театра «Легкие крылья». Их студия в соседнем доме. Пока. В числе первых арт-объектов, появившихся в этом сезоне, работа художницы из Москвы Катики – вязаное космическое полотно. И на нем, как сам символ заботы, изображена женщина. Она центр не просто композиции – вселенной. А среди последних на данный момент объектов сезона стали мурал «Альметьевск рай» и мозаики от арт-группы «Фрукты». Первые все приезжающие в город и уезжающие из него могут видеть на стене вдоль посадочной платформы автовокзала. А вторые авторы предлагают найти жителям микрорайона первый поселок. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока.